Ломоносовская гимназия. Учиться здесь будут одаренные дети. Но когда откроются двери гимназии, сказать сложно. В ходе реставрации в фундаменте здания нашли трещину. Трещину даст и бюджет области, если выделить из него дополнительные средства на работы. Визит министра Кудрина – повод попросить финансовой помощи. Конкретных цифр журналистам озвучено не было. Но обещание помочь закончить реставрацию университетской гимназии было дано. У вас же нет сомнений, что в этом году? У вас сомнений не важно, 1 октября или 1 ноября. Строители не переставая продолжают работать, а мы свои обязательства по деньгам выполняем. Вот и все. Ну и договорились. Спасибо. В программе министра финансов сегодня еще несколько главных строек города. Областная детская больница, онкодиспансер, а тем временем актовый зал главного корпуса САФУ заполняется студентами. За 15 минут до начала публичной лекции Кудрина ни одного свободного кресла. Для студентов САФУ Алексей Кудрин не только министр и значимая политическая фигура страны, но прежде всего личность, о которой хочется узнать больше. Все-таки такой очень большой человек, я думаю, у него различные интересы. Соответственно, он может вполне рассказать что-нибудь еще интересного. Я бы хотела спросить вообще о его жизни, жизни министра. Для вуза лекции от высоких гостей уже добрая традиция. С этой сцены в сентябре месяце, вы помните, выступал министр иностранных дел Норвегии господин Сторе. В феврале этого года с этой сцены читал публичную лекцию основатель Баренцева Евроарктического региона Турвал Столтенберг. Тема лекции Кудрина долгое время держалась в секрете. В итоге выступление министра коснулось причин мирового кризиса цен на нефть и бензин. И пусть лекцию местами мог понять только экономист. Министр Кудрин постарался рассказать о глобальных вещах максимально простым языком. Мы находимся в младенчестве. Мы еще в ясли ходим с точки зрения истории мировой экономики. Ну и конечно самая интересная часть лекции – вопросы от студентов. Наиболее бесцеремонные. А нужны ли Минфину выпускники САФУ? Есть такие возможности. У нас молодежи очень много. У нас в среднем, я сейчас не помню, средний возраст, но у нас молодежи серьезно увеличиваются. Еще это связано с тем, что не такие уж, может быть, высокие зарплаты. Поэтому к нам приходит молодежь поработать 3-4 года, получить статус работы в Минфине, поднатореть, научиться работать с нормативными документами, с бизнесом, потом уходят в ведущие компании. На прощение по традиции надпись в электронной книге университета. На удивление министр финансов пожелал студентам быть людьми творческими. Кудрин сам признался – управлять большими деньгами без знания философии нельзя. Василиса Казакова, Алексей Седы, Гульяна Звонкова, Медиа-центр САФУ, Арктический мост.